Ну что, друзья, если вы столкнулись с такими проблемами, что вы зашли в App Store и не можете ни обновить, ни скачать приложение, есть несколько решений и ответов на ваши вопросы. Досмотрите видео до конца и решение придет. Добро пожаловать на канал VellExpert. С вами Владимир. Смотрите, друзья, ситуация простая. Есть такие вопросы. Это баг по App Store, это проблемный у вас Wi-Fi или же это черный список по учетной записи за неоплату доната, подписок и городами и так далее, и так далее. Я расскажу каждый из подпунктов, покажу, как я это пошагово делал, связь с техподдержкой и так далее, и так далее. То есть решение сейчас будет. Приступаем. Распространенная проблема. Вы не можете скачать или обновить приложение. Здесь есть несколько вариантов. Если вот мы нажимаем, допустим, на примере SkyJuit, вот обновить, идет процесс якобы обновления, они обновляются, нажимаем отбой и еще раз нажимаем обновить. Если это не помогает и оно также не продолжает ничего с этим происходить, не обновляется, это ошибка App Store. Либо же это не ошибка App Store, это обозначает то, что вы делали ранее какие-то покупки, подписки, донаты и не оплатили это. Идет у вас блок по учетной записи, то есть вы не можете ни скачать, ни обновить. Чтобы убедиться в этом, вам нужно зайти в App Store, опуститься ниже и здесь нажать выйти. То есть мы вышли с App Store. Все, наша задача перезагрузить устройство и обратно зайти. То же, что и сделаю я сейчас, чтобы в этом убедиться. Перезагрузились и продолжаем. Заходим опять же сюда. Я уже зашел в свою учетную запись, естественно. Нажимаю обновить. У нас ничего не происходит. Та же самая история. Хоть даже если перезашли. Выход тогда какой? Нужно обратиться в службу поддержки. То есть если вы не скачали приложение поддержка, то вам нужно написать по ссылке. То есть на сайте Apple я ссылочку вставлю в описании под видео или закрепленном комментарии. Что нам нужно? Нам нужны другие контакты. По какому поводу мы будем обращаться. То есть я буду в магазин App Store. Все, подписки, покупки нет. Apple Idea Cloud, обновления. Ну, пускай будет обновление. К примеру. Сказать нам о проблеме. То есть пишем, рассказать нам о проблеме. Пишем нашу проблему. Можете описать проблему и заказать звонок. Скажете свой номер телефона и там вам будут позвонят. Запланировать звонок и все. Позвонят, примите звонок. Либо же мы можем вернуться назад. Вот предстоящий звонок там был заказан. Это понятно. Допустим, подписки, покупки нажимаем. Сказать нам о проблеме. Вот здесь напишем. Дальше. Допустим, это, неважно. Вот. Написать нам в чате. Вот, пишем. Пишем. Здравствуйте. Здесь пообщаемся с техподдержкой. Send your contact app. I want to message you are doing today. Все. Мы сейчас будем здесь общаться на английском языке. Я пообщаюсь и по итогу вам расскажу, что здесь. Пообщался с техподдержкой. И давайте используем последний вариант. Это зайдем через сотовые данные. Если на них ничего не обновится, значит уже проблема по учетке. Нажимаем обновить. И смотрим, пойдет ли обновление. Так же долго думает. Но, видите, обновление пошло. Первое приложение у нас обновляется. Второе и третье. Никаких проблем нет. Значит, проблема что-то с Wi-Fi. Какие-то у нас идут проблемы именно с Wi-Fi. Потому что на сотовых данных это прекрасно делается. Но все же я дождусь ответа, чтобы быть целесообразным. Мне должны... Договорился то, что мне должны позвонить завтра. Уже сегодня утром, получается, с 9 до 10 утра. Через 5 часов. Поэтому иду ложиться спать. И, возможно, запишу даже разговор. Так вот, друзья. Что хочу сказать. Вот я пообщался с техподдержкой. Все. Там мы полазили. Даже подключались к моему экрану. Мне говорили, куда заходить. Для своего убеждения. И по итогу мы пришли к чему? К тому, что нужно стереть контенты настройки. То есть, заходите в настройки. Основные. Опускайте в самый низ. Сброс. Выбирайте стереть контенты настройки. Все. Стираются все данные по подключенным Wi-Fi. Там чистится кэш. И, в принципе, это все должно работать. В моем случае это сработало. Если же вам это особо не важно. Потому что можно сделать это с помощью сотовых данных. Как сами видели. Я все это показал. Можно подключиться по сотовым данным. Все обновить и скачать и так далее. То есть, это все работает. По сути, по Wi-Fi все, в принципе, стабильно хорошо работает. Только что не скачивается, не обновляется приложение по App Store. Все. Никаких проблем нет. Перезагрузка роутера не помогла. Только сброс. К сожалению. Стереть контенты настройки по iPhone. Или же iPad. Не важно. Поэтому вот как-то так. Если, конечно же, у вас останутся еще какие-то вопросы, пишите. Я всегда вам отвечу. Не знаю, будет ли оно уже актуально на данный момент. Это видео. Но я думаю, будет. То есть, все решения записаны, сказаны в описании под видео. Найдете также полезные ссылочки. Мой второй канал. Полезный телеграм-канал. Все. Подписка на канал. Прожать колокольчик. Поделиться этим видео с вашими друзьями, близкими, знакомыми. И оставить позитивные комментарии. Дальше больше. Скоро. Увидимся.